Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной крови, ты и я, именем Перуна, приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. По поводу так называемых националистов. Тут нужно очень аккуратно, потому что эта тема, как оказалось, в средствах массовой информации, в видеохостингах, она весьма цензуирована и так далее. Но я попробую как-то там мягко объяснить, что да как. Вот говорят, националисты это очень плохо, национализм это очень плохо. Это очень плохо тогда, когда националист и национализм перерастает само себя в националиста, либо национал-фашиста, так сказать, национал-социалиста, да, хотя нету никаких национал-социалистов, сокращенно это нацисты, их нету, там все фикция. Если есть социализм, связанный с национальностью, то это уже очень-очень хорошо, только нигде такого не было никогда. И в Третьем Рейхе не было никакого социализма, там и капельки социализма не было. Вот когда вот перерастает национализм в шовинизм, либо там фашизм, тогда становится очень плохо. А в самом национализме, вот главное, ключевое, что в национализме, это любовь, любовь в первую очередь, неважно какая, любовь зла, полюбишь и козла, но к чему, к чему-то своему, к своей нации, к своей национальности, например, да, к национальным там песням, культуре и так далее. В первую очередь, это любовь. Но эта любовь может выплескиваться, так сказать, за пределы разумного, тогда, когда моя нация лучше, чем твоя, чем-то она лучше. Вот так она лучше, мы наикраще, мы самые лучшие, например, да, и начинается перерастание самого себя в нечто нехорошее, в нечто неприятное. Люди, или люди начинают между собой вступать в конфликты. Также националисты, это обычно достаточно хорошие люди, только, как оказалось, по моему личному опыту, недалеко, ну, скажем так, неразумные. У них мало мозгов. Они умные. Они весьма волевые, очень волевые, но в основном они неразумные. Ну, почему? Потому что мы же при капитализме живем, а какой тебе разумный резон, да, защищать интересы своей непосредственно нации, когда все подчинено товару, все подчинено деньгам, рынку и так далее. Да никакого. И тут получается такая интересная штука, то, что националист, он может развиться в итоге в две противоположности. Вот крайняя одна противоположность это фашизм, который я вам уже назвал, да, фашисты. То есть откровенные гады, которые вот эту вот их неразумность начинают подпитывать, силу волю обострять, там, всякими различными психологическими методами, воздействиями через средства массовой информации. И буржуазия делает из этих националистов своих главных защитников. То есть они с пеной у рта готовы защищать интересы буржуазии под лозунгами за родину, за отечество, за наш родной край, почему вы нас, русских, оскорбляете, либо там, брат ты мне гнида, или еще что-то в этом роде. Это все приемы для защиты частной собственности на средства производства, для защиты интересов вышестоящих олигархических структур, дети которых, конечно же, уже, как я множество раз говорил, давным-давно живут в Европах, в Америках и так далее. Они учатся в таких университетах, где стоимость обучения стоит столько, что вы в жизни столько денег не увидите, эти националисты столько денег не увидят. Но, так как в основном националисты, как я уже сказал, неразумны, им знаний никто не дает о теории трестирования, синдицирования, о создании общины и так далее, эти националисты хорошо воспитываются на полях сражений, им дай винтовку в руки, автомат, назови его героем и деклассируй его, он уже не пролетарий, он оторван от средств производства вообще, да, то есть он даже не работает. Это он от фабрики, оторван от коллектива, ему противопоставляется коллектив другой вооруженный, который нужно победить. Таким образом формируются фашисты, которые готовы спиной у рта под самыми любыми прекрасными лозунгами, даже под красными, под советскими флагами, под коммунистическими флагами, под пролетарскими флагами защищать буржуазию. Ну так, и ничего с этим не сделаешь, им хорошо заходят монархические там флаги за царя-батюшку или еще что-нибудь. За что-нибудь, на кого какую среду лучше влиять, например, на христиан очень хорошо влияет там пойти за какого-то лжероманова, который не имеет царского достоинства пойти повоевать. Это невеликолепно на язычников, это тоже очень хорошо влияет, например, русский мир, идем защищать русский мир. Это, кстати, термин вел Сурков, но на самом-то деле понятие русский мир, оно чрезвычайно древнее. Русский мир, оно писалось через буковку И украинскую, а мир означает община, русская община. Вот что-то такое. Но это понятие взяло, подшельмовалось, и огромное количество безумных сумасшедших людей идут убивать своих кромных родных братьев за интересы мировой олигархической структуры. То есть олигархам-то что нужно? Нужно утилизировать часть пролетариата, привести хотя бы в какую-то, ну, более-менее норму, вот этот дисбаланс, осцилляция, которая прыгает, постоятся с быта и предложения, когда у них куча всего произведено, продать некуда. Ну, если продать некуда, ну, давай мы людей парочку убьем просто. А вот у нас есть машинки, вооруженная техника, которая стоит. Вот там леопарды, Т-90, я не знаю, там танки эти все называются, Шторм Шэдоус или еще что-то. Давай ее поиспользуем, ну, мы же ее используем, появится спрос на то, чтобы сделать еще. Горючка горит? Горит, и на ней спрос идет? Идет, замечательно. Вот посмотрите, торговые интересы, торгового капитала, там финансового капитала, не важно, финансового капитала, решаются великолепно. Руками кого? Руками сбешенных, умалишенных националистов. А это мы рассказали одну противоположную, то есть фашистам. Ну, там, понятное дело, что до этой крайности, вот эта сущность, она может разворачиваться, очень-очень-очень много всяких промежуточных вариантов иметь. Другая крайность, а другая крайность, что именно из националистов получаются коммунисты, интернационалисты и так далее. Почему? Как только вот на вот эту прекрасную сильную волю, так сказать, да, вот в моем определении националистов, волевой человек, любящий свою там родину, ну, не родину, а свою национальность, в первую очередь, национальность, на него накладается разумность. Когда националист начинает умнеть, когда у него там в башке что-то начинает вариться, помимо его воли проявленной, он начинает, что? Изучать теорию построения традиционного общества. Она же теория научного коммунизма, она же философия марксизма-ленинизма, она же политическая экономия. Он это учит, он это изучает, он понимает. Ага, то есть меня такого идиота решили поставить в ряды карателей, карателей самых натуральных, да? То есть каратели не значит, что с какой-то там стороны, с Украины или с России, нет. Каратели со стороны буржуазии, которые под самыми разными флагами, да будь то украинский, российский, неважно какой флаг, вас заставляют идти убивать своих сородичей, таких же лишенных средств производства, братьев по крови, какой крови, по угнетенной крови, хоть ты там средний азиат, неважно. Вы наемные рабы, мы наемные рабы оказываются, и все. И тут что? И тут этот националист понимает, родину надо спасать. Родина в беде, родина похищена, государство украдено какими-то буржуинами, неизвестными представителями, которые давным-давно скрыты за коммерческой тайной, его начинают осознавать, бог ты мой. Так я, я иду убивать людей. Людей иду убивать, таких же, как и я, которые при капитализме вынуждены быть убийцами, грубо говоря, вынуждены, ключевое. Так давайте мы, может, чертовой матери капитализм уберем? Нет, нет, капитализм не надо убирать, скажут там различные буржуазные пропагандоны и просто умалишенные существа. Как не буду вам рассказывать, вот коммунист, это очень-очень плохо. Потом националист начинает задаваться вопрос, а был ли построен коммунизм? А что такое коммунизм? Оказывается, был первобытный коммунизм. А был ли коммунизм в СССР? Оказывается, полного коммунизма в СССР не было, потому что коммунизм подразумевает под собой главный сущностный признак коммунизма, это отсутствие классов. Их там не должно быть. Вот так вот, 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 что это такое. Вот классов там нет. А вот при социализме классы еще есть. Вот социализм был до 57-го года, он узнает там историю СССР, он начинает грустить очень сильно. Его никто ничем подпитывать не будет. Буржуазия не будет националистом, которые решили стать интернационалистами, поддувать в их, так сказать, паруса. Ну, когда она что, сама себя будет уничтожать? Нет. Потому что это, знаете, как интересно. Главные защитники буржуазии являются их главными хоронителями. Как только националист осознает себя революционным пролетарием, как только он встает на сторону пролетариата. Ну, понятное дело, что в любой момент можно соскочить, но в этот самый момент для всей промежуточной прослойки мировой буржуазии он становится самым опаснейшим врагом. Он начинает видеть их сквозь стены, он начинает понимать, что они делают. Они понимают, что все делается в конечном итоге ради денег. Никаких там богов в церкви нету. Пойти молиться за Иисуса Христа, они там носят на себе христика. Это все фикция. Все подчинено деньгам. Деньги – навоз для дьявола. Капиталистический навоз для дьявола. В итоге правит дьявол людьми. Ну, это если, например, националист, он религиозного, типа, мышления, да, он подчиняет. Ага, ну, как это, там, саваоф у воинства в церкви, что-то молимся, Христу молимся. Оказывается, не Христу. Оказывается, вот кому. Дьяволу молятся. И это тоже, кстати, одно из проявлений интернационалиста, потому что интернационалист – это не обязательно атеист, либо какой-то, ну, религиозного, типа, склада, да, потому что это два противоречия, на самом-то деле. Это вера, не вера. Высшую субъективную сущность, высший субъект, который над человеком стоит. Там по-разному интерпретируется. Сейчас об этом не буду. Другая тема. Это разговор. Вот так. Так что у тебя два путя будет. Либо под сосенкой, либо под березкой. Это тоже из другой оперы. Ну, на самом-то деле, я все. Больше ничего особого такого не хотел сказать. Надеюсь, цензура пропустит данное аудио. Что, ребята, не надо дурью маяться, надо становиться в ряды интернационалистов. Это не значит, что, кстати, иногда тоже говорят, интернационалисты – значит, за тотальное перемешивание всех и вся. Нет. Интернационалисты, в первую очередь, стоят за знания, за науку. А на нашем канале, например, психические расы Крижевицкого рассмотрены немножко. Там показано, что не все виды человек хорошо друг с другом смешиваются. Есть определенные там моменты. Ну, тоже об этом я не буду. Но это как... Ой, из один из постулатов говорят, что вы всех перемешать хотите. Нет. Именно интернационалист – это тот, кто знание ставит впереди веры. В первую очередь, впереди слепой веры. Потому что, как только знания ставят впереди слепой веры, слепая вера перестает быть таковой. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде.